Рико. 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 Не отвлекайся. Простите, мистер Расчек. Итак, подытожим. В этом году мы изучали причины краха демократии. Мы говорили о том, как по вине социологов мир оказался на грани хаоса. Мы говорили о ветеранах. Придя к власти, они стабилизировали положение, поддерживают порядок уже не одно столетие. Вам известны эти факты. Но удалось ли мне научить вас за этот год чему-либо ценному, а? Ответь, почему только граждане могут голосовать? Это награда. То, что они получают от федерации за прохождение воинской службы. Нет. Нет. То, что получено от кого-то, не представляет ценности. Поймите, тот, кто голосует, проявляет политическую волю. Он владеет силой. А у кого сила, у того и власть. Единственная возможность изменять мир так, как вам нравится. Моя мама говорила, что сила это не главное. Вот как? А что бы на это сказали отцы города Хиросимы? Интересно. Ответь. Очевидно, ничего бы не сказали. Хиросима была уничтожена. Правильно. Сила в ходе истории оказывалась наиболее действенным средством решения проблем. Тот, кто полагает, что силой ничего не добьешься, принимает желаемое за действительное. Тому, кто забывает об этом, всегда приходится расплачиваться. Рика, каковы, по-твоему, нравственные различия между гражданином и негражданином? Гражданин лично ответственен за безопасность государства и готов пожертвовать ради него жизнью. В отличие от негражданина. Так написано в учебнике. Но понимаешь ли ты это? Веришь ли ты? Не знаю. Ну, разумеется, нет. Я думаю, все вы имеете весьма смутное представление о гражданской ответственности.